Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В шаге от смерти жильцы одного из домов стали невольными очевидцами происшествия, в результате которого чуть не погиб мужчина. В село Заполярье полетят почтовые вертолеты. Грузы и посылки в отдаленные уголки Ненецкого округа теперь будут доставлять чартерными рейсами Наринмарского объединенного авиаотряда. Для водителей легковушек и внедорожников проезда нет. Движение по главному зимнику региона вновь ограничено из-за погодных условий. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. В шаге от смерти в минувшую субботу 11 января ближе к полуночи жильцы дома номер 10 по улице Сущинского стали невольными очевидцами происшествия, в результате которого чуть не погиб мужчина. На этих кадрах видно, как мужчину удерживают между четвертым и пятым этажами. Один неверный шаг и он сорвется вниз. В опасном положении находится и тот, кто удерживает мужчину из окна четвертого этажа. К счастью, в этой истории обошлось без жертв. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Как нам сообщили из неофициальных источников, мужчина пытался свести счеты с жизнью, но в какой-то момент передумал. Что заставило его пойти на такой крайний шаг, предстоит выяснить правоохранительным органам. Стратегические планы на 2020 год и задачи на ближайший период. Глава региона Александр Цибульский провел первую в новом году расширенную планерку со своими заместителями. О принятых решениях и данных поручениях подробнее расскажет Мария Владимирова. Первое в новом году рабочее совещание главы региона с руководителями профильных ведомств богато на информационные поводы. Причем как регионального, так и федерального масштаба. Так, власти Ненецкого округа планируют привлечь федеральные средства на ликвидацию накопленного экологического вреда в Амдерме. Теперь для этого есть все необходимое, в частности проектная документация. Очень важное направление, Абер Морозович, вам надо взять его на контроль. Мы еще полтора года назад, я лично договаривался, включили Амдерму в реестр территории, которые могут претендовать на это финансирование. Миноперед, насколько я знаю, деньги сегодня на эти мероприятия есть, запланированы. И очень важно, чтобы Амдерма в самые кратчайшие сроки уже вошла в этот проект, в этом реестре оказалась не просто как территория, но уже территория обеспеченной финансированием. На федеральные средства, правда, уже в 2021 году Ненецкий округ сможет рассчитывать и в части развития сельских территорий. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам совещания в Минсельхозе. В 2021 году, после сбора отработки с муниципальными образованиями, будем заявляться на увеличенное финансирование, предварительную поддержку от Минсельхоза получили. Мы будем усиливать нашу позицию дополнительно. В региональной повестке вопросы ЖКХ, информатизация, образование и здравоохранение. С начала года в медицинских организациях округа кадровое пополнение. К работе приступили три новых врача – педиатр-неанатолог, терапевт и лор. С 20 февраля на постоянной основе начнет работу стоматолог в Тельвиске. По словам руководителя профильного департамента Сергея Сверидова, в настоящий момент остро стоит вопрос об обеспечении врачей жильем. Все жилье, которое было свободное, нам передали, но его недостаточно для решения вопроса по жилью для врачей, которые прибывают. В прошлом году приехало более 10 врачей, так же стоит вопрос по обеспечению жильем. У меня просьба огромное рассмотреть вопрос при вводе жилья в эксплуатацию, все-таки выделение части жилья на обеспечение его служебным жильем врачей. Как отметил глава региона Александр Цибульский, этот вопрос надо рассматривать шире, так как обеспечение жильем – вопрос актуальный не только по врачам, но и другим специалистам, в частности учителям. Также в ходе планерки губернатор Нейнского округа поручил своему заместителю Евгении Калашник приступить к следующему этапу реализации программы НАО-100. С момента старта голосования 17 декабря прошлого года в нем приняли участие 700 жителей региона. Пятерку самых популярных среди участников опроса направлений, по которым распределены проекты, в ходе транспортной инфраструктуры, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территорий, ЖКХ, спорт и активный образ жизни. Вы тоже тогда проанализируйте, сколько вам нужно времени для того, чтобы все предложения систематизировать. Там довольно много людей проголосовало, ну и уже надо, соответственно, составлять план работы, какие проекты, по какой линии финансировать. Голосование за пул проектов завершится 15 января. Напомню, проект НАО-100 должен стать дорожной картой по реализации на территории Нейнского округа национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путином и стратегией развития региона до 2030 года. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Грузы и посылки в отдаленные уголки Нейнского округа теперь будут доставлять чартерными вертолетными рейсами. Соответствующий договор заключен между Почтой России и окружными авиаторами. Ранее доставка почтовых грузов в заполярную глубинку осуществлялась на пассажирских рейсах. О необходимости введения данной меры глава региона Александр Цибульский заявлял уже не раз. По его словам, не бывает ни одной недели, чтобы жители Нейнского округа не обратились к нему с вопросом доставки почты из Нарьинмара в село. Ежегодные объемы почтовых отправлений увеличиваются, а количество рейсов пассажирских перевозок остается пока на прежнем уровне. При этом с повышением качества интернета в округе кратно возрос объем покупок, которые жители заказывают посредством интернет-магазинов. В этой связи возникают сложности со своевременной доставкой отправлений из Нарьинмара в сельские населенные пункты округа. Вот здесь, с одной стороны, вроде бы это хорошая, правильная и позитивная информация, но это тоже надо контролировать реализацию. Главное, чтобы сейчас не пошли по пути накопления полутора тонн и потом отправки всего. Иначе у нас эта позитивная инициатива может вылиться еще более негативные результаты. Если сегодня мы понимаем, что авиаотряд так или иначе в рамках пассажирских рейсов брал с собой почту, чтобы они сейчас не отказывались от этой схемы и не переходили только на чартеры. Договор на выполнение чартерных рейсов по доставке почтовых грузов в отдаленные населенные пункты Ненинского округа включает направление местоприема и доставки почты, а также перечень населенных пунктов в Ненинском округе, в которые почтовые грузы будут доставляться почтовыми вертолетами. Это деревни Лабожская, Снопа, Вижас, Белушья, Волоковая, Чижа, Воланга, села Коткино, Нижняя Пеша, Ума, Несь, поселки Шойна, Харивер, Харута, Индига, Каратайка и Устькара. Вместе с тем руководитель филиала Почты России в Ненинском округе Андрей Попов отметил, что если сегодня почтовые грузы отправляют в поселение на пассажирских рейсах и не всегда авиаторы могут взять большой объем посылок и бандеролей, то с появлением чартерных рейсов одним бортом малой авиации в населенный пункт можно будет доставить до полутора тонн почтового груза. Зимник снова закрыт для проезда легковушек и внедорожников. Виной всему метель. Сейчас на приведение временной дороги в нормативное состояние брошены все силы подрядной организации. Это порядка 20 единиц техники. А в минувшую субботу качество содержания ледовой трассы проинспектировали представители департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Результатами проверки комиссия осталась удовлетворена. Проехалась по зимнику и наша съемочная группа. Прямо сейчас все подробности. Это нехитрое устройство, закрепленное к бульдозеру, называется «Гитара». Юрий Рудный с 7 января практически в режиме нон-стоп утрамбовывает дорожное полотно. Погода в начале 2020-го выдалась теплой, ветреной и обильной на осадки. Вместе с небесной канцелярией работе дорожников мешали и автомобилисты. Которые, невзирая на запреты, отправлялись на зимник. Из года в год история повторяется. Как только начинаются метели и проезд по зимнику закрывают, находятся те, кто на свой страх и риск отправляются на дорогу жизни. Вот и в момент выезда нашей съемочной группы на зимник, несмотря на то, что он был закрыт, движение было достаточно интенсивным. В путь отправлялись не только грузовики, но и легковой автотранспорт. В это время подрядчик компания «Строюниверсал» осуществляла расчистку проблемных участков. Очень помешали нашей работе самосвалы, которые прошли и разбили всю дорогу. В соцсетях были какие-то жалобы на то, что… Ну, что делать здесь? Это же тундра, зимник. Ну, вот за время, пока в этом году зимник работает, ну, получается, в этом сезоне, а были ли уже какие-то казусные ситуации или ЧП, или пока все в штатном режиме? Ну, пурги, пурги. По результатам выезда комиссия убедилась в том, что вся заявленная подрядчиком техника, а это 20 единиц, находится в работе. Этого достаточно для приведения зимника в нормативное состояние. В свою очередь, в ходе очередного оперативного совещания, глава региона сегодня поручил вести ежечасный контроль как за ситуацией на временной трассе, так и за работой подрядчика. Праздники выдались с точки зрения климатическо-погодных условий не самые простые. Тем не менее, надо держать на контроле. Зимник для нас, особенно в праздничные дни, для всех крайне важен. И то, что люди не могли выехать, я понимаю, что на это есть объективные причины, но тем не менее, ежедневные, если не ежечасный контроль за подрядчиками, содержащими зимник, должен вести. Стоит отметить, что и в республике Коми в последние дни складывались неблагоприятные погодные условия. Повсеместно бушевала метель. Такой прогноз, по данным главного управления МЧС по республике Коми, сохраняется и сегодня с порывами ветра до 18 метров в секунду, метелью и ухудшением видимости до 500 метров. МЧС соседней республики предупреждает о затруднении движения на дорогах по причине снежных заносов и накатов. Поэтому те, кто отправляется в путь по зимней дороге на Большую Землю, должны быть предельно внимательны. Движение на зимнике затруднено не только до Усинска. Алина Волчейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И в предложение темы. Единственная в Ненецком округе круглогодичная дорога, связывающая столицу региона с поселком Красное, в этот зимний период находится в удовлетворительном состоянии. Жалоб дорожному предприятию на качество уборки снега от водителей поступает немного. В этом убедилась и наша съемочная группа. Слово Александре Литковой. Несмотря на почти ежедневные метели, в поселок Красное можно проехать без особых проблем. Есть небольшая колейность, гололёд, выбоины, так что вылететь в снег можно очень легко. Дорога, в принципе, можно ездить, но хотелось бы лучше. Местами такие выбоины, что может выбросить с дороги просто-напросто. Ну и гололёд, конечно же. И по краям заносы. А так, в принципе, можно ездить. Чистят две единицы, идут. Нормально. А дорога только в виде выси не так, а так нормально. Ну, сегодня погода такая, так не очень. День перемёт и метёт сильно, но дорожникам не справиться будет с такой погодой. Тут постоянно надо быть тогда. Проехав в сторону посёлка несколько километров, в целом можно отметить, что качество уборки дороги от снега по сравнению с прошлыми годами намного улучшилось. Техника для расчистки снега выезжает на дорогу каждый день. Подрядчик, который занимается содержанием дороги в зимний период – компания «Строй Универсал». Субподрядчик Наринмар «Доримстрой». Техника у нас задействована 6 единиц, это в сутки. Ну, то бишь, получается, смену у нас трактор «Кировец», обязательно шнек, обязательно, ну и КДМК. Это в день и в ночь тоже та же самая история. В общем, 6 единиц задействованы на работе именно на этом участке дороги, то есть Наринмар, Красная. И это работа в предусуточном режиме, ежедневная работа, невзирая на выходные, на праздники, вот на новогодние каникулы. Никто не отдыхал, и люди работали без, не прекращая работы. Как бы, в принципе, все прекрасно понимаем, что Красная оставлять без дороги, ну, просто нельзя. По словам Григория Мишарина, с гололедом тоже пытаются бороться. Стабильно посыпаем, но в связи с тем, что трудно к нам неблагословно быть в это время, посыпка у нас, ну, произойдет посыпка, или ветром сдувает, или снегом опять забивает. Поэтому и, ну, сами проезжали, видели, наверное, как бы пятна такие вот песочные. Там, где она цепляет песок, песок цепляется, и там вот цепляется. Там, где сдувает, ну, только дымка вот сейчас пройдет, а сейчас вот ветер, и сдувает песок, и, как бы, результатов-то особых-то и тяжело добиться. Сейчас в округе самый разгар зимы, и снега выпадет еще немало. Поэтому, как и в прошлом году, на грунтовку отправят два дежурных трактора. В диспетчерской предприятии отмечают, что звонки с жалобами на дорогу регионального значения от людей поступают, но их немного. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Важная информация для жителей Заполярья. С 1 января 2020 года в Неницком округе установлены льготные тарифы для населения на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льготный тариф определен в размере 520 рублей за кубический метр отходов на человека. При существующих нормативах накопления отходов ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Нарьинмара и поселка Искатели составит 115 рублей 27 копеек на каждого человека постоянно или временно, зарегистрированного в жилом помещении для сельских жителей в два раза меньше 50 рублей 27 копеек. С введением льготного тарифа население будет оплачивать только часть от ранее утвержденных тарифов региональных операторов. Для примера, экономически обоснованный тариф регионального оператора комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию на услугу по обращению с ТКО установлен на первое полугодие в размере более 972 рублей за кубический метр, а с 1 июля свыше 1292 рублей. Существенный рост тарифа связан с началом обезвреживания мусора в четвертом квартале 2020 года. Финансовую нагрузку по компенсации выпадающих доходов региональных операторов при установлении льготного тарифа для населения возьмет на себя бюджет Неницкого округа. В 2020 году на эти цели будет направлено более 200 миллионов рублей. Как отметили в Управлении по государственному регулированию цены тарифов, итоговый размер платежа с человека в Неницком округе будет ниже, чем в соседних северных субъектах. Напомним, с 1 января 2020 года Неницкий округ переходит на новую систему обращения с ТКО. Которая предполагает, что за всю технологическую цепочку обращения с ТКО от сбора на контейнерных площадках до размещения на полигоне будут отвечать региональные операторы. В Неницком округе это комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию муниципальное предприятие Заполярного района Север-Жилкомсервис. Сегодня в округе стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников среди учащихся 9-11 классов. Он продлится до 20 февраля включительно. Состязания пройдут по 20 дисциплинам. Первым предметом, в котором школьники проверили свою компетентность, стал русский язык. Общее число участников регионального этапа в округе в этом году составит 509. Это на 36% больше, чем в 2019 году. Это говорит о том, что интерес детей к науке, к проектам, да и в принципе к учебе у нас растет. Победители регионального этапа непосредственно принимают участие в заключительном этапе, который проходит на федеральном уровне. И это дает им определенные бонусы в случае побед или призовых мест. В том числе поступление в профильные ведущие вузы страны на профильные факультеты без экзаменов. Как отметила вице-губернатор, регион в свою очередь оказывает поддержку талантливым и одаренным детям, в том числе на базе ресурсного центра. Кроме того, победителям и призерам регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников предусмотрено материальное поощрение. Добавлю, что заключительный этап Олимпиады пройдет в марте-апреле 2020 года. В прошлом году в нем приняли участие 7 человек. Они представили Ненинский округ на всероссийском уровне в таких дисциплинах, как английский язык, математика, литература, технология, экология, ОБЖ и физическая культура среди девушек. В Ненинском округе началась подготовка к крещенским купаниям. Традиционно они пройдут на Качгартинской курье в Нарьинмаре в полночь с 18 на 19 января. Установку и обслуживание крещенской купели, как и прежде, организует муниципальное предприятие «Чистый город». Накануне 17 января на курье будет сооружена и ордань, и прорубь для забора воды. В настоящее время на реке проводятся замеры толщины льда. Обряд освящения воды состоится утром 19 января после окончания Божественной литургии в храме. По его завершении будет организован крестный ход к месту купаний. В ночь с 18 на 19 января нести дежурство и следить за безопасностью будут представители экстренных служб и правоохранительных органов Ненинского округа, сотрудники МЧС, медики и спасатели. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.